Шалом, мы с вами продолжаем вторая глава книга Йошуа. Здесь у нас речь идет о разведчиках. Практически вся глава. Снова такие. Разведчики понятие интересное. В Торе понятия разведчиков нет. В Торе используется слово «туристы». Они ходят посмотреть, впечатлиться. Слово, которое именно сегодня используется как разведчик, взято именно из нашей главы «Мирагель». Тот, кто ходит, чтобы узнать, как захватить. И здесь мы видим, посылают двух разведчиков. Понятно, что в любом случае, когда мы говорим про разведчиков в Торе, хотя мы сказали, что они там называются Тарим, почти Тай-Рим, туристы, тот же самый корень. Но там, мы говорим, 12 разведчиков от каждого колена были взяты уважаемые люди. Здесь мы видим только двоих. Причем интересно, что один из них, это один из 12, Калев Бен-Ифуне. Медраж не обшат, но тем не менее. Второй, он вообще не мог быть среди первых разведчиков по простой причине. Когда мы говорим про первых разведчиков, то речь идет о 12 коленах, которые должны получить на дело. Колено Левитов и Коины, соответственно, на дело получить не должны. Поэтому там разведчиков от Левитов нету или от Коинов. И Пинхас не может по определению там быть. Здесь же посылают именно его. Почему, может быть, чуть-чуть позже скажем. Но прежде всего мы видим, здесь два разведчика идут, выходят они из Шитим. Что такое Шитим? Шит. Шита. А, это ведь вот эти деревья. Шита, это один из видов акации, там, теребинта. Пустынное дерево. Но меня интересует не просто Шита. Да. Кстати, когда сказано про дерево, которое использовалось в храме, то хотя комментарии говорят, что это были льванские кедры, написано там Шитим. Но оставим сейчас дерево, которое было использовано в храме. Хотя вполне возможно, что здесь тоже его можно очень хорошо привязать. Что произошло незадолго до этого в Шитим? Колено Шимона, которое грешит с девочками из Медьяна и Мава, это было именно в Шитим. Это было место духовного падения еврейского народа. Там, где ты упал, именно там ты должен найти в себе силы подняться. Хазаковой Мава, сапропо предыдущей главе. Там, где у тебя, там, где ты сломался, найди силы исправить. Сейчас Йошуа, мало того, что он тем самым, что посылает сейчас разведчиков, он исправляет грех разведчиков, которых посылал Моше, он сейчас по ходу дела исправляет и те грехи, которые там грешили. Мы знаем, 24 с лишним тысячи погибших. В основном, из колена Шимона. Вслед за головой гниет и рыба. И здесь мы видим, идут разведчики. И так получается, как всегда по воле случая, что они приходят в дом не к кому-нибудь, а к Рахав. Кто такая Рахав, мы поговорим потом. Еще у нас она будет. Но здесь Рахав их прячет на крыше. Здесь есть очень интересные моменты, мелочи в тексте, если обращать внимание. В самом тексте я говорю, не в комментариях. Комментарий просто это подчеркивает, но она поднимает их на крышу и прячет его под стебли. Кого она прячет? Калева или Пенхаса? Как? Я думал обоих. Написано, спрятала его. Так написано, это прямой текст, это не комментарий. Почему имя его не написано? Имена обоих не написано. Ну да. Почему именно его? Под что она их спрятала? Пальмовые ветви. Под лен. Лен принимает туму. Пенхас Куэн. Если она его накроет сейчас льном. Откуда она знала такие нюансы? Руаха Кудыш. Руаха Кудыш. А кто ее подготовил? Она все знала про еврейский народ? У нее было откровение от Всевышнего. Хочешь сказать, что она была практически пророчицей? Практически. Просто, что в данном случае это было направлено не столько на еврейский народ, не столько на народ Ерихо. Это было направлено на нее, по большому счету. Это принесло пользу еврейскому народу. Согласен. Но это не пророчество, которое мы обычно подчеркиваем, как пророчество, которое важно Всевышний передал через человека для других. Так и так. Точно так же, как фараона, который видел пророческие сны, я не называю пророком. Цена. Поэтому, то же самое здесь плюс-минус с Рахав. Только, в отличие от фараона, она понимает, что от нее хотят. И она их берет. И она его прячет. Снова таки, я сейчас не буду вдаваться в то, что есть комментарии, что он стал невидимым и так далее, и так далее. Эти мидраши нужно долго расшифровывать. Можно. Очень интересно, кстати говоря. Но, тем не менее, мы видим, что она решила очень четко, что она их спасает. И не просто их спасает, она их спасает, и она очень печется у той святости, которая у них есть. Почему? Потому что для нее святость это не пустое. Она не еврейка еще. В итоге она пройдет Геюр. Мы это знаем. Здесь написано, что Равулягу в том переводе, который скопировал, скрыло их. Значит, ошибка. Это прямая ошибка перевода. Цена? Снова таки, Раши тоже приводит комментарий, что есть некоторые места, где мы можем использовать иногда единственное число, подразумевать множественное число. Так что, с точки зрения первой части Раши, можно было бы перевести и их тоже. Хотя это не то, что написано. Цена? Конец. И мы видим, что у нас здесь есть люди, которые спрятаны. Кто эти люди, которые мы сказали. Колев. И Пенхаз. И она начинает с ними потом общаться, что она им говорит. Кроме того, что она их спасает, и снова таки с пророческим, вы можете сказать, что, конечно, у нее была очень хорошая тактическая подготовка, но она сказала, давайте я вас прячу на три дня, как раз пока они пойдут туда, пока они пойдут сюда, то есть через три дня они вернутся. Она говорит фактически то, что произойдет, мы не знаем это из пророчества или нет, может быть, но она говорит, слышали, как Всевышний осушил воды Красного моря, когда вы выходили из Египта. И то, что он сделал царям и морейским за, когда, может, их разгромил за Иорданом, и говорит, и услышали, и растаяло сердце наше. Обратите внимание, она не говорит ихнее, потому что она еще ассоциируется с ними, то есть она сейчас находится именно на переломном моменте. Она с одной стороны еще ассоциируется, с другой стороны она понимает, что это неправильно, и она всем сердцем стремится к Всевышнему. И говорит, сейчас никто не способен, и здесь она говорит про Всевышнего, она говорит как раз Всевышний всесильный ваш. О, а здесь, обратите внимание, я прочитаю весь пасук, предпочитаю всегда читать весь пасук, когда есть имя Всевышнего. Обратите внимание на последние слова пасука, одиннадцатый пасук. Это у нас в молитве встречается несколько раз, на небесах сверху и на земле снизу. И после этого, и Тейлим у нас это тоже встречается несколько раз. Кто это первый раз говорит? Рахав. Кто она у нас по специальности, мы поговорим потом. И тут она просит, сделайте хесет веемет. Она добавляет, я сделала с вами хесет, и вы сделаете с семьей отца моего хесет, и дайте мне знак эмет. Правда, истинно. Обратите внимание, что такое хесет. Хесет это не просто милость, милосердие. Это почти все написали, с точки зрения перевода тут ни у кого проблем практически не было. Хесет это когда человек делает что-то, что он не обязан делать. Он делает что-то хорошее. Сразу под словом милосердие это и понятно. Нет, милосердие иногда это сжалится над кем-то. У нас иногда мы используем в Торе, что когда ты делаешь подарки бедным, знаешь, какое слово там используется, не милосердие, цедек, справедливость. Потому что Всевышний хочет так распределить, это его справедливость. Ну так, мы говорим, это очень. Как говоришь, говорим. Беседа. То есть, поэтому здесь у нее не было никакой обязанности этого сделать. И у них нет никакой обязанности спасать ее семью. Ее есть обязанность спасать или нет? Какая у них обязанность есть ее спасать? Потому что она их спасла. Морально? Ну да. Она их спасла. Ты не должен быть, есть такое понятие, кфуй, това, с замороженным добром. Тебе сделали хорошее, давай тоже хорошее. Не в смысле отплати. Тебе по-хорошему и ты по-хорошему. Да, но здесь есть один момент. Она спасает не просто их. Если она спасает их, она спасает народ. Если бы их убили, мы не знаем, не дай бог. Мы не знаем, как бы происходило, может быть, все бы задержалось и так далее. Поэтому спасает не только ее, а ее родители. Народ, то есть маленький народ. Смотри. Тут мера за меру согласен, но не в том ракурсе, который ты говоришь. Мера за меру, которую она получает, она получает хесед за хесед. Мера за меру она получает, ты прав. Ты можешь сказать так, как она спасла здесь не только их, а то и обратно, но они не обязаны снова-таки делать ей хесед, как она не обязана была делать им хесед. Эмед, у них есть баральная обязанность. Когда мы говорим хесед в эмед, всегда подразумевается, что с одной стороны есть вещи, которые... Есть по какой-то причине внутренняя обязанность. Есть вещи, которые намного больше, чем эта обязанность, которые все равно делаются. И это то, что я хотел, чтобы... Как это было написано, только вы объяснили это более расширно. Да, может быть. Я сказал, у тебя было не так далеко. И после этого мы видим фактически, что они это принимают, и они соглашаются, и очень подробно описывают. И они описывают снова-таки то, что описывается про семью, а если они не согласятся, а если ты кому-то расскажешь и так далее, то фактически это снова-таки у меня идет расшифровка того, что если ты окажешься нехорошей девочкой, или твоя семья окажется гадами, то в таком случае ни о каком хесед в эмед речи нету. Поэтому, по большому счету, вся наша вторая глава это хесед в эмед.